Всем привет, друзья! Как у вас дела? Как настроение? Мы с Анюткой надеемся, что у вас все хорошо, что вы здоровы. Это очень актуально в нынешнее время. Мы тоже с Анюткой уже идем на поправку, да, котенок? И поэтому сегодня, как и обещали, мы хотим разыграть вино, которое мы вам пообещали. Сейчас Анютка еще раз покажет его. Я уже вазочку держу с номерками. Это три бутылочки, как и обещала, будем разыгрывать. Держи вазу. Это три бутылочки вот такого вина. Азнаури, Граната, Вали. Это очень вкусное вино, оно мне очень понравилось. И когда я вам про него рассказала, то многие написали, что хотели его найти, найти не смогли. И в связи с этим мы решили провести розыгрыш, его разыграть. Как будем разыгрывать? Мы взяли Анюткин телефон и на нем будем смотреть, открывай видео, наше конкурсное, на нем будем смотреть победителей. У нас заявлено на сегодня 42 человека, которые указали вино, которые хотят участвовать в розыгрыше. У меня здесь 42 бумажечки. Выглядит, конечно, очень мало. От 1 до 42. Выбирать будем по тому же принципу, как мы выбирали обычно. То есть Анютка будет три раза вытягивать листочек. Может быть, где-то поставим на паузу, чтобы найти, как зовут, ник победителя. Ну а так в целом, по тому же принципу... Это какой у нас, третий, да, уже розыгрыш? Третий. Третий, да, это наш третий розыгрыш. Мы не изменяем наши традиции. Я знаю, что можно ввести ссылку на видео, там как тобой программу выбирать. Но это так долго и так для меня вообще муторно и непонятно. Поэтому мы идем легким путем. Да, котик? Кто выиграет? Чей номерок мы сегодня вытянем? Я попрошу вас, чтобы вы в течение трех дней с даты выхода этого видео связались со мной по электронной почте. Я под каждым видео оставляю адрес своей электронной почты. Написать нужно будет, как вас зовут, куда отправлять. Там новая почта, Укрпочта. Ну и честно, я, наверное, буду новой почтой отправлять, поэтому давайте новой. И контакты, то есть телефон мобильный обязательно для отправки мне будет нужен. Ну, как вот вы обычно бы, да, делали, как вот в интернете вы делаете заказ, вы указываете ФИО, город, область, номер телефона и номер той почты, на которую вам было бы удобно, чтобы вам пришла посылка. Те, кто в течение трех дней не объявится, мы переразыграем, да? Так, давай, буду держать телефон. Так, подними, мешай, чтобы видно было. Давайте, что мы все перемешиваем. Та-да-да-дам! Так, победитель номер один. Я пока вазочку поставлю. Это номер 21. Так, сейчас мы... Так, покажи, а то что нам скажут, что мы не 21 достали, да. Так, номер 21. Наверное, будет наоборот, вам видно, но это 21. Так, сейчас я на одну секунду поставлю видео на паузу, я найду, кто это победитель номер 21. Нашли мы, кто номер 21. Это Тетяна Худыцька. Тетяна, мы вас витаем, о! Вы завжди нам украинскую мовую пышете. Мы вас поздравляем. Прошу связаться с нами, номер 21, все честно. Прошу связаться с нами, написать на почту. Будем вам отправлять бутылочку вкусного вина. Правильно, мы же ничего не ошиблись. Да, Тетяна Худыцька. Вот номер 21. Так, второй номерок будем вытягивать. Так, второй наш победитель. Кто будет? Сейчас выбери Танютка победителя. Давай, какой номерок? 19. Номер 19, покажи. Так, давай искать, кто у нас с номером 19. Так. Сейчас, одну секунду. Алла Кулямова. Алла Кулямова, поздравляем вас. Тоже свяжитесь обязательно с нами, чтобы у нас были контактные данные, куда вам отправлять посылку. Хорошо? Девчонки и мальчишки. И тададададам! Самый третий наш победитель. Там у нас как раз три бутылочки вина стоит. Кому же поедет третья бутылочка? Давай, котенок, выбирай. Кисюня, буду называть ее. Давай, смотри, кто. 15. Номер 15. Так, держи вазочку в нашу. Давай посмотрим, кто у нас номер 15. Номер 15. Это просто английскими буквами написано Ирина. Правильно? Ирина. Номер 15. Ну, я же вам всем присваивала номерки, поэтому вы точно знаете, какой номерок. И даже если, я сейчас попытаюсь показать... Вот, Ирина. Наверное, так не будет видно, да? Цветочки уже? Да, цветочки на заставке у Ирины. Поэтому, Ирина, тоже свяжитесь с нами, пожалуйста. И мы будем рады вам, как третьего победителю, отправить бутылочку вина. Так, давай номерки, которые выиграли. 15, 19 и какой еще? 19 и 27. А, и 21. Держи телефон свой. Так, у нас выигрышные номерки. 15. 19. И 21. Держи. Ну, мы не будем с собой, если у нас не будет дополнительного какого-то подарка, да, для наших зрителей. Подарок, вот, Анютка сейчас выберет нам еще одного победителя. Мы оглашали о трех, но у нас будет четыре. Что мы подарим четвертому? Пусть это останется сюрпризом. И кого мы сейчас выберем, он будет до последнего, пока к нему не придет посылка, он не будет знать, что мы туда положили. Прикольно, Анют? Да. Сейчас Анютка вытянет номерок. Сейчас выберем нашего тайного победителя. Перемешивай. Давай, котик. Какой номер? Двадцать четыре. Двадцать четыре. Так, двадцать четыре. Сейчас я поставлю на паузу. Глянем, кто это у нас двадцать четвертый номерок. Номер двадцать четыре. Это у нас Ирина Земляная. Ирина, свяжитесь тоже с нами. У нас для вас сюрприз, который мы не покажем. Мы так специально с Анюткой придумали, что один у нас зритель. Мы покажем, но чуть позже, чтобы когда вы увидите видео, наши зрители, чтобы они уже, наш победитель уже посылку получил. Правильно? Поэтому мы не оставим зрителей в невидении, что же мы подарили. Но сам подарок покажем немного позже, после того, как мы его отправим. Чтобы у нас Ирина такая, как джокер, да, которая единственная не будет знать, что мы ей, какой подарок отправим. Правильно, котик? Так что у нас сегодня, как всегда, на одного победителя больше. И вместо трех у нас четыре. С Анюткиной легкой ручки. Так, котик? Ну, если вы вдруг и сегодня даже тайным победителем не стали у нас, мы обещаем, что конкурсы у нас обязательно еще будут. И будем дарить вам подарки. Вот три бутылочки вина уедут через пару дней. И тайный подарок. Подарок будет такой. Интересный, да, котик? Все. Всех любим, целуем, обнимаем. Пока-пока. В общем, мои хорошие, мы, надеюсь, розыгрыш, иди сюда, котенок, провели честно. С Анюткиной легкой руки мы выбрали победителей. Мы обещаем вам, что у нас обязательно будут еще конкурсы, да, котенок? Вы обязательно победите. Если вы не выиграли сегодня, это значит, что вам повезет обязательно в чем-то другом. Или в нашем другом таком-то конкурсе. Я обещаю, что мы будем еще проводить. Вот прям конкретно когда и какой, я вам сказать не могу, но у нас вот рождаются идеи. Мы за сколько? Меньше, чем за год проводим уже третий. Поэтому надеюсь, что у нас будут еще. А сейчас у меня по плану что-нибудь вкусненькое приготовить нам на ужин, да, моя сладкая? И Анютка очень сильно хочет ананас, да, котик? Сейчас что-то приготовим более полезное и нужное, а на десерт будет ананас, да? Приглашаем вас с нами на кухню. После рабочего дня заехали в супермаркет АТБ. Анютка хочет шаурму, да? Сейчас покажем вам рубрика Чукупила. И кто-то, несколько человек, я уже даже не помню фамилии, логины, как правильно, кто мне писал, просил показать, как мы готовим шаурму. Вот мы сегодня и покажем, да, котик мой? Сейчас опускаю камеру. Так, первое я уже достала с пакета. Это хурма. Саша у меня любит хурму. Давай они дальше. Попкорн. Любите вы попкорн? Это попкорн, который с карамелью. Волос, конечно, у меня еще противный, но уже становится лучше. Лаваши. Лаваши. Так, хурма не помню почем. Попкорн по 25 гривен, один пакетик. Лаваши, девочки, тоже. Не знаю почем, но, кстати, вот самые вкусные лаваши, вернее, шаурма. Получается, вот из таких лавашей они продаются в АТБ. Мне очень нравятся здесь по две штучки. Они реально прикольные. Так, это я захотела. Это груши конференция. Вот такие красивые груши. Ну, как красивые. На вид они не очень красивые, но они реально очень вкусные и сладкие. Посмотрите, какие красавицы. Я вообще мою, так отрезаю хвостик и вот так вот полностью ее съедаю. Так, попкорн Анютка. Три пачки я брала. Еще одну Анютка добавила. Так, кефир. Ну, куда без кефира. Для нашей шаурмы морковь по-корейски. Мне, кстати, в АТБ очень нравится морковочка. Так. Куриное филе копченое. Это для солянки. Так, дальше давай. Сырки мои любимые. Это вот такие творожные с лососем. Сейчас у них акция 32 или 33 гривны одна коробочка. Так. Так, муж любит у меня вот такие вот сладкие сырки. Сырок дитячий. Я такой не очень люблю. Мне нравится. Так. Это моя любимая вкусняшка. Икра трески. Вот именно Веладис. Вот такую патте я люблю. Взяла сколько баночек? Три баночки. Зелена цебуля для шаурмы. Ну куда ж без зеленого лука. Так. Купила авокадо. Нужно набираться сил после простуды. Авокадо это просто кладезь всего полезного. Я люблю. Сейчас камера фокусируйся. Авокадо хаос. Это самые вкусные. На 137 гривен. Вот 4 штуки. 4 авокадинки. В АТБ взяла на 5 килограмм. Анютка блинчики хочет. Что там у тебя уже падает? Яйца целые. Сейчас посмотрим. Все целые. Десяток. Для шаурмы нам понадобится еще куриная грудка. Я купила в АТБ. Какая-то знатная курка. Ну какая разница какая. Какая была. И взяла фарш. Котлетки будем делать. Лень мне самой сейчас крутить. Я часто сама перекручиваю. Но что-то как-то силочек у меня нет. В общем фарш домашний. Будем кулинарии. Здесь наверное полкило. Для солянки. Я взяла еще вот такие сосисоньки. Солянка мне нравится, чтобы там было как минимум 3 вида мяса. Вот один вид мяса. Это будет обычное отварное мясо. Взять какие-нибудь сосисоньки добавляю. И вот еще хочу копченую грудку. Мне кажется, так получается очень-очень вкусно. Так, яблоки. Это гала. Яблоки гала. Они такие небольшие. Мы уже их покупали. Да, Анют, они очень сладкие. Так, яблочки сюда. Это анютки шоколадка ее любимая. Все? Сейчас опущу камеру, покажу масштаб. Моя Аннет. Ну, девочки, вот как-то так. Всего по чуть-чуть накупили. Будем сейчас готовить вкусный ужин. Такой. Ну, это можно даже сказать полезная еда. Это ведь не та шаурма, которая продается там на рынке в каком-то киоске. Правильно? У нас будет все натурально. Хороший лаваш, хорошая морковочка. Грудку. Как-то в горле пересохло. Голос такой. Грудку сами приготовим. Зеленый лук. Вместо капусты буду добавлять. Мы обычно капусту добавляем пекинскую. А по-пекински или как пекинская, да. А сегодня хотим добавить листья салата. Тоже очень полезно. И обязательно, вот я люблю, чтобы была морковь по-корейски. Ну, без этого, ну, вообще никак. В общем, у нас вот такие покупки. Цены что-то девочки вообще шалят в магазине. Вот это вот то, что я вам показываю, как бы на тысячу гривен практически. 971, что-то такое, чека нет перед глазами. Ну, как бы все очень сильно дорожает. И я не пойму. Ну, доллар, конечно, поднялся, но не настолько. Ну, посмотрите, что я купила. И как бы сразу такой чек. Ну, как-то так. Ну, не будем о грустном. Давайте о хорошем. Давайте вот я все-таки канал веду. У нас добрый канал, да. Мы не хандрим, наоборот, пытаемся как-то себе и вам поднимать настроение. Поэтому сейчас покажу, как я готовлю шаурму. Начну с того, что, девочки, я не знаю, не буду, наверное, сейчас снимать. Замариную куриную грудку в любимых ваших специй. И просто на гриле ее приготовлю. Как я ее готовлю, я вам показывала целиком. На гриль режим стейк говяжий. Мне больше всего нравится. И все. А дальше буду вам показывать. Грудку сейчас подготовлю. И будем кулинарить, да, красотка моя. Начинаем готовить шаурму. Куриную грудку я уже обжарила на гриле. Видите, сочная такая, зажаристая. Пока мы сейчас подготовим все, она немножко остынет. Что нам понадобится? Вместо капусты я буду использовать микс салатов. Тут и рукола, все. И немного шпината. У меня шпинат еще есть. Так, зеленый лук. Лаваш. Немножко майонеза. Мне нравится добавлять. Морковь по-корейски. Смесь перцев. И любой твердый сыр. Так, берем мисочку. Сразу перекладываю сюда шпинат. Он уже мытый. Шпинат это очень полезно. И добавим сейчас микс салата. Наверное, пол пачки сейчас добавлю. Мне нравится этот салат. Он очень вкусный. Салат намиксовали. Но салат можно заменить, повторюсь, еще раз обычной пекинской капустой. Так, отставляем. Сейчас нужно нарезать зеленый лук. Берем досточку. Я люблю, когда зеленого лука много. Тарелку сразу убираем. Не знаю почему, мне нравится. Я его помыла и просушила бумажным полотенцем. Салат уже мытый, продается в упаковках. Нарезаем зеленый лук. Все просто. Вы сюда можете добавлять любые ингредиенты, те, которые любите именно вы. Кто-то не любит лук. Кто-то любит, не знаю, мне еще нравится добавлять сюда не зеленый, а лук-шалот. Но вот этого я ни разу не видела лука-шалот. Поэтому зеленый тоже неплохо пойдет. Плюс это витаминки, и зеленый лучок, и листики салата, шпинат. Это все полезно. Готовится тоже очень быстро. Так, теперь сюда добавляем мы морковь по-корейски. Она даст вот эту вот интересную нотку такой нашей шаурме. Не знаю, вот если ее нет, так вкусно не получается. Кстати, морковь уже давно пробовала разную. Но вот именно вот, которая в АТБ продается, разумный выбер, она реально одна из самых вкусных, которые я покупала. Поэтому зачем юлить и что-то искать, если, мне кажется, у всех есть под боком где-то АТБшечка, где можно купить вкуснейшую морковь. Добавляйте морковь по вкусу, сколько вам нравится. Так, я буду делать 4 шаурмы. Добавила, в общем, я пол вот этой пачки морковочки. Так, добавим сюда немножко перчика. И натрем немного сыра. Тоже как бы по вкусу. Смотрите сами, какой вы любите сыр. Я вот взяла обычный российский. Так, прежде чем терять сыр, наш салатик нужно немножко посолить. Я солю совершенно чуть-чуть, потому что сыр соленый и морковь соленая. Так, терка. Натирать будем на мелкой терке. Ну, на половинку этого кусочка натру. Будет достаточно, я уверена. Сейчас натру, включуську. Так, сырок у нас натерт. Убираем терочку. Ну, вот столько. Тоже сюда. Опять же, повторюсь, все по вкусу. Не любите сыр, не добавляйте. Любите много сыра, добавляйте много. Так, теперь сюда нужно добавить нам немножко майонеза. Ложку возьму. Можно ли его не добавлять? Конечно, можно. Но с ним реально вот вкусненько получается. Ну, не знаю. Две столовые ложки добавлю. У меня мой здесь хороший, вкусный Хелманс. Я уже не первый раз его покупаю, мне очень нравится. Так, и теперь наша задача все хорошо перемешать. Листья салата сейчас станут мягче. Как только начинаем перемешивать все, они немного оседают. Я их даже вот так вот всегда перемешиваю и вилкой, и ложкой. Так удобнее. Надо, чтобы все было равномерно. И шпинатик, и морковочка по-корейски. Аккуратно, потому что все с блюдо выпадает. Вот так вот. Сейчас хорошо все перемешаю. Салат перемешала. Обязательно проверьте на соль. И вымешивайте так, чтобы как бы вы салат не помешивали, везде все равномерно распределено. Так, теперь осталось последнее нам. Нарезать куриную грудку, которую мы будем заворачивать в наш лаваш и делать шаурму. Нарезаю я такими средними кусочками. Берем филешку. Вот так видно вам. Все остальное, в принципе, довольно-таки вкусно и диетически. Так, сейчас будем... Я вам покажу, а потом дорежу остальную. Так. Убираем немножко ножик. Додвигаем филешку. Сейчас будем делать саму шаурму. Нам лаваш понадобится. Выкидываем сразу пакеты, чтобы они нам места не занимали. У нас здесь два вот таких листа. Листы такие довольно большие. Ну, есть и больше. Я эти резать не буду. Вот какие есть. Вот, смотрите, вот напополам. Такое буду делать. Хотя, наверное, немного надо уменьшить. Что-то они прям... Прям очень большие, да? Вот так вот, наверное, отрезать. С этого кусочка будет отлично. Сейчас возьму ножницы. Немного уменьшим наши листики. А из оставшихся вот этих кусочков лавашей их тоже можно будет пожарить там перс с сыром. Мне очень нравится. Так. Один уменьшили. Сейчас немножко уменьшим и второй. Ножницами удобно их резать. Убираем такие кусочки. Давайте так один лавашек отодвигаем. Как мы будем с вами делать шаурму? Вот у нас... Уберу грудку. Вот у нас наш лаваш. Я выкладываю на край вот с этой стороны нашу начинку салатную сначала. Она у нас уже заправленная и морковочкой, и майонезом, и специями. Если вы какие-то любите, добавьте. Вот так вот. Сверху я вот так вот раскладываю куриную грудку. Видно, да? Теперь вот так вот заворачиваю. Вот. И вот. Первая готова. Давайте с вами еще одну сделаем. Выкладываем салатик. Я люблю много салата, когда... Не важно, капуста это или листья салата. Вот реально салатом шаурму не испортишь. Так морковка пристала к вилке. Теперь сверху выкладываем вот так вот нашу куриную грудку. Вот так вот. Края поджимаем. И вот так вот. Два. Три. Все. Еще одна готова. В общем, так далее. Буду делать 4 штуки. Сейчас покажу, как я их буду жарить. Все, доделаю еще 2 и будем с вами их жарить. 4 штуки готова. Сейчас включим гриль. Так. Грилить будем на режиме бутерброд. На вот этом. Сейчас он разогреется. И будем обжаривать нашу шаурму. Все очень просто и легко. Гриль нагрелся. Ну и осталось самое простое. Это просто положить нашу шаурму. Три штуки у меня сразу помещается. Вот так вот. И закрываем просто, чтобы полосочки появились. И все. Будем кушать. Вот такая шаурма получается. Можно зажарить сильнее, если любите. Как вам нравится. Но, по-моему, она... Ай, горячая. На вид очень даже аппетитная. Разрезать не буду, потому что я люблю ее кусать прям целой. Чтобы она была. В общем, кто спрашивал рецепт, я готовлю так. У меня уже бегут слюнки. Всем приятного аппетита!